Ирина Камышова Ирина Камышова Вчера жители Востока-3 несколько часов провели на улице. В Центр оперативного управления позвонил неизвестный, который сообщил о том, что сразу несколько жилых домов заминированы. Все прилежащие, всю территорию осмотрели, все колодцы. Поэтому в этом плане вы не беспокойтесь. К якобы заминированным домам сразу были стянуты все экстренные службы. Из двух многоэтажек на безопасное расстояние было эвакуировано 315 человек. Жильцы несколько часов провели на улице, пока саперы осматривали дома в поисках взрывного устройства. Однако никакой бомбы найдено не было. Говорят, бомбу заложили. И всех, получается, жителей из дома выгнали, получается, все стояли там. Вот ждали, пока, как милиция, органы все проверят. Весь дом. Крышу проверяли. Ну, все, подвал проверяли. Вот. И, в принципе, это ложная тревога была. Только после тщательного осмотра жильцы смогли вернуться в свои квартиры. Сотрудники прокуратуры разъяснили населению, что угрозы их жизни нет. Сейчас полицейские разыскивают шутника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 242 Уголовный кодекс Республики Казахстан. В настоящее время проводится расследование. Ирина Камышова, Габзин Куржбеков, Улжас Габасов, Асхат Абедулов, Первый Карагандинский. 3 миллиона тенге получит в качестве компенсации мать убитой 9-летней Ани Ткаченко. Накануне завершилось судебное разбирательство по громкому делу. Районный суд частично удовлетворил иск матери убитой девочки о возмещении морального ущерба. Любовь безматерных подала иск еще месяц назад. Ответчиками по этому делу выступили родители трех несовершеннолетних убийц. В своем заявлении женщина требовала выплатить ей в качестве компенсации по 5 миллионов тенге с каждой родительницы. Суд дело рассмотрел и посчитал сумму морального ущерба слишком завышенной, поэтому удовлетворил его частично. Взыскать в пользу безматерных Любовь Владимировна с Евдокимовой Еленой Викторовной 1 миллион тенге компенсации за моральный вред. Челлер Ларисы Владимировны 1 миллион тенге компенсации за моральный вред. И Цимирман Русланы Владимировны 1 миллион тенге компенсации за моральный вред. Жертв иностранной аферистки оказалось больше. Финпол выявил еще несколько фактов мошеннических действий Милек Наинбековой. Напомним, гражданка Азербайджана под видом сотрудницы финансовой полиции за деньги предлагала устроить доверчивых граждан на работу в это ведомство. В департамент поступило сразу четыре заявления о мошенничестве. Два из них подали жительницы Абая. Аферистка обещала устроить их следователями Финпол. За услугу требовала 750 тысяч и 1 миллион тенге. Еще одной женщине Милек Наинбекова собиралась помочь в поступлении ее сына в Академию МВД. Естественно, за деньги. Кроме того, уже сотрудница Финпола за 350 тысяч тенге обещала обеспечить поступление дочери одной из карагандинок на грант в Алматинский технический университет. В настоящее время в отношении Наинбека возбуждено 6 уголовных дел. Из них 5 по фактам мошенничества и одно самовольное присвоение звания власти. Установлено 5 человек, пострадавших от мошеннических действий Наинбековой, на общую сумму около 5 миллионов тенге. Наинбекова арестовано ведется следствие. Почти 5 килограммов марихуаны было изъято у жителя поселка Доленко сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом. 45-летний житель Долинки был хорошо известен наркополицейским. Он не раз попадал в их поле зрения. На улице его заприметили стражи порядка. При осмотре оказалось, что в сумке у мужчины находилось почти 5 килограммов марихуаны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ. Сам он водворен в изолятор временного содержания. Приремся на короткую рекламу. Не переключайтесь, далее все самое интересное. Приремся на короткую рекламу. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая Долина Нанди. Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик не проблема. Найти просторный офис для бизнеса не вопрос. Найти большой и надежный склад нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме Тумар. Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом Тумар – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена, Авдирова, 9. Телефон 909-909. В Караганде выбрали учителя года. В преддверии профессионального праздника подведены итоги первого городского конкурса на звание лучшего педагога. В финал прошли всего семь конкурсантов. Алина Акбаева расскажет, кто стал победителем. Конкурс проходил в шесть этапов. В них приняли участие 30 педагогов с всей Караганды. Голосование за участников развернули на интернет-портале отдела образования. В финальный тур прошли только семь учителей. Они-то и продолжили борьбу за звание лучшего. Сегодня подвели итоги. В торжественном мероприятии принял участие Аким Горда Мирам Смогулов. Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, работники организации образования, поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником в нем учителя. Среди участников конкурса Марина Земба, педагог с 20-летним стажем. Сегодня она преподает в школе-гимназии номер 95. Учитель начальных классов, потомственный преподаватель. Вся ее семья посвятила свою жизнь педагогике. Я так думаю, что это семейная. Я потомственный учитель. Все мои тети, моя бабушка, заслуженный учитель России. Поэтому это у нас потомственная. Я участвовала в этом году учитель года начальной школы и получила гран-при. Лучшим учителем Караганды образца 2013 года стал Дархан Аспан. Кстати, он был единственным представителем сильной половины человечества в конкурсе. Преподаватели истории наградили дипломом и денежным сертификатом 100 тысяч тенге. Я рад, что выиграл в этом году конкурс «Лучший учитель» 2013 года. Я думаю, это достойная награда за мой труд. Спасибо всем. Все финалисты получили почетные грамоты. Кроме того, благодарственных писем в преддверии Дня учителя удостоились ветераны педагогического труда. Алина Акбаева, Алжас Габасов, Асхата Абедулов, Первый Карагандинский. Именными памятными дипломами на этом же торжестве отметили работников образования, в их профессиональный праздник и городские депутаты. В пятерку счастливчиков по разным номинациям вошли школьные учителя, воспитатели и ветеран педагогического труда. Пять кандидатур были предложены городскими структурами и общественностью. На специальном заседании постоянной комиссии Маслихата народные избранники их утвердили. Учитывая большой вклад в воспитание и духовное развитие подрастающего поколения, Бейбита Нурмуханова наградили как лучшего директора школы, Бакыт Омар – как лучшего директора детского сада, Бакыт Акбаеву отметили как лучшего учителя, Светлану Баркунову – как лучшего воспитателя детсада. И еще один специальный диплом вручили ветерану педагогического труда Али Чащиной. Традиция награждать лучших у депутатов городского Маслихата поддерживается уже с десяток лет. Ваш труд очень сложен и ответственен, Потому что от ваших усилий и душевности зависит будущее наших детей, нашей молодежи. Фактам знаний вы заботливо освещаете путь неокрепших еще умов, Будущих ученых, творческих личностей, ценных специалистов. Вы помогаете детям не просто владевать знаниями, Но и раскрывать их способности. Завтра, 4 октября, на набережной Центрального парка состоится посвящение студенты. В программе выступления студенческих творческих коллективов, Концерт с участием молодежных вокальных групп и команд КВН. Мероприятия завершат фаер-шоу и дискотека под открытым небом. Карагандинцев приглашают принять участие. Начало в 17.00. Караганда оказалась под угрозой химического заражения. На очистных сооружениях произошел выброс хлора. По такому сценарию проходили республиканские командно-штабные учения. КАТЕР-2013 Сергей Высокосов с места события. Химическая авария ликвидирована. Облако хлора до Караганды не дает, и город может работать спокойно. Это итоги учения, которые проходили на очистных сооружениях Караганды-СУ. В Караганде около семи химически опасных предприятий. Одно из них – очистные сооружения. Получать питьевую воду мы привыкли и возмущаемся, когда она пропадает в водопроводном кране. А насколько сложна ее доставка к потребителю, мало задумываемся. Что случилось по сценарию учения? Внимание, внимание! Учебная тревога! Говорит начальник смены! Говорит начальник смены! На складе хлора произошел выброс хлора. Спецгруппе химически опасного объекта. Срочно прибыть на склад в ходе определения карты аварии. Вину пожаротушения установить водяную завесу. Искусственный дождь окутывает здание склада, где произошла утечка хлора. Аварийные бригады спешат в помещение, выясняя активность заражения. Уже на подходе скорая помощь. Санитары выносят пострадавшего и отправляют в больницу, где медики уже готовы оказать все необходимое для помощи получившему отравление. Пожарные команды, выяснив направление ветра, создают дополнительную водяную завесу, чтобы облако хлора не пошло на город. Искусственное орошение прививает хлор к земле, не давая ему распространяться. На складе хлора у нас произошел выброс хлора, где есть спецгруппа, куда входит звено разведки, звено пожаротушения и звено санитарное звено для устранения выброса хлора. В самом складе тоже дождь. Поврежденную емкость с хлором, а она весит около 900 килограммов, надо аккуратно поставить в аварийный футляр и наглухо его закрыть. Все делается в защитных костюмах, с кислородным баллоном за спиной, противогазе, да еще под шум льющейся воды. По окончанию учений специально для журналистов, ребята из аварийной бригады, в упрощенном режиме показывают, что надо делать при настоящей аварии. Все службы показали слаженность действий. Об этом и было объявлено на общем построении. Сегодня, согласно плану работы министерства, проводятся республиканские командно-штабные учения КТР-2013. Целью учения является проверка готовности органов управления, сил и средств к возможным авариям на химически опасных объектах, к возможным авариям биологического радиационного характера. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Звоните, если у вас есть интересная информация. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин